МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По следам истории Бавруйскую крепость посетили губернатор Могилевской области и министр культуры Беларуси. Отработали концепцию развития. Какие планы на исторический памятник? Недолго беззаконие играло. В городе выявлено крупное хищение. Прижался деньгами по собственному усмотрению. Сколько прошло мимо кассы? Праздник мужества. Бавруйские отметили 94-ю годовщину воздушно-десантных войск и сил специальных операций. Желаю друг другу здоровья, благополучия. Что хранят сердца воинов. А также последствия стихии, извещения об уплате и активная работа. С начала сезона в республике добыли первый миллион тонн торфа. Чем может гордиться Беларусь? Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко проверил, как идут работы по устранению последствий стихии в Мозырском районе. Там в результате прохождения грозового фронта 14 июля пострадали лесные насаждения на площади более 4000 гектаров. Согласно распоряжению главы государства, Минэнерго должно было обеспечить до 1 августа подключение к электроснабжению всех обесточенных домовладений. Надо посмотреть на сегодняшний день. Опять же, от жизни надо смотреть. Понятно, человеку, когда у него крыша течет или холодильник не работает, он будет обижаться, жаловаться. Но мы должны реально посмотреть. Если все деревни и домовладения, то есть хата подключена к электричеству, это хорошо. Потому что главное сейчас, чтобы люди не обижались, что мы не можем дать электричество. Так у тебя? Так точно. Все подключено, все населенные пункты и по домовладениям также обеспечено подключение. По деревне можно проехать, проблем нет. Ну, ясно, где-то еще не убрали бурелом этот. Надо смотреть. Людей обижать не надо. Коль уж так случилось, надо людям помочь как следует. На будущий год поручено восстановить лесонасаждение пострадавшей от стихии. Также один из главных вопросов – переработка поврежденных и поваленных деревьев. Александр Лукашенко подчеркнул, к процессу нужно привлечь население, трудовые коллективы, студентов. Сейчас в регионе работают специалисты из 80 лесхозов. Билет за решетку. В Бобруйске выявлено крупное хищение. Игру с законом затеял 48-летний местный житель. Начальник одного из логистических центров Бобруйска, пользуясь служебным положением, похищал деньги организации, завышая стоимость услуг для клиентов. Общий ущерб превысил 75 тысяч. Разница же проводил на свой банковский счет посредственно индивидуального предпринимателя и распоряжался деньгами по собственному усмотрению. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело захищения путем злоупотребления служебными полномочиями. Бобручанину грозит до 12 лет лишения свободы. Жилищный аспект, школьная суматоха и в добрый путь. На свои первые рабочие места заступили более 55 тысяч молодых специалистов. В какой сфере больше всего новоиспеченных тружеников? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Налоговые органы Беларуси начали рассылать физлицам извещения об уплате имущественных сборов. В профильном министерстве отметили, уведомления отправят почти 3,5 миллионам белорусов. К слову, в 2024-м произошло нововведение. Все три налога впервые объединили в один платеж. При желании сумму можно разбить на несколько частей, однако погасить необходимо до 15 ноября. На свои первые рабочие места заступили более 55 тысяч молодых специалистов. Почти треть из них с высшим образованием, остальная часть – выпускники колледжей. Весомое обновление кадров ощутила промышленность. На 30% реальный сектор экономики пополнился представителями инженерной специальности. С начала сезона в республике добыли первый миллион торфа – половина от запланированных на год объемов. К слову, Беларусь – мировой лидер по количеству производимых брикетов. Торфяная промышленность вносит значительный вклад в обеспечение энергетической безопасности страны. В общей доле использования местных видов топлива черное золото занимает около 15%. Рынок квартиры в Беларуси продолжает устанавливать новые рекорды. Максимальные показатели зафиксировали во всех областных центрах. По количеству сделок среди регионов выделяется Гродно. Драйверы спроса на покупку квадратных метров, доступность кредитов и рост реальных доходов населения. Чаще всего предпочтения беларусы отдают приобретению вторичного жилья. До 1 сентября в Беларуси будут работать почти 350 школьных ярмарок. Также в торговых центрах и на маркетплейсах представлен широкий ассортимент одежды. Для девочек – 180 моделей, для мальчиков – 160. Все позиции разрабатывались с учетом замечаний, рекомендаций и трендов. Могут предоставляться скидки от 15 до 30% на коллекции прошедших лет до 50%. На выездном рабочем совещании обсудили дальнейшую судьбу реставрации и реконструкции Бобруйской крепости. Для серьезного разговора о финансировании на восстановление объектов историко-культурной ценности наш город посетили председатель Могилевского обл. исполкома, министр культуры, член Совета Республики Национального Собрания. Как изменится местная жемчужина, расскажет Виталий Гаврусев. «Храним прошлое, ценим настоящее, строим будущее». Бобруйск с официальным визитом посетили губернатор Могилевской области и министр культуры Беларуси. Вначале участники совещания с чертежами и планами посмотрели несколько объектов крепости на местности. Побывали в соборе святого благоверного великого князя Александра Невского, который вновь возвели на территории женского монастыря святых жен Мироносец в 2022. Здесь гости поздравили с днем рождения настоятельницу монастыря Игумению Параскеву. Конструктивный диалог о перспективе Бобруйской крепости прошел на заседании в Бобруйск-Арене. Начальник отдела культуры Горисполкома представил мультимедийную презентацию об объектах, расположенных на исторической территории. Рассказал, что уже было сделано по наведению порядка. Поручение давал глава государства в ходе рабочей поездки в Бобруйск в июне 2022 и какие проекты поэтапно планируются реализовать. Третий полигон крепости практически готов к тому, чтобы можно было работать над реставрацией и восстановлением. Здесь мы без помощи государства не обойдемся. Благодаря нашему президенту вы видите, сколько объектов восстанавливается, поднимаются. Это мир, Нишвицкий и жилищи наши. Я уверен, что мы здесь тоже будем работать. Уже завершены проектные работы, по первой очереди, которые включают консервацию всех объектов, чтобы в перспективе приступать к реставрационным работам. Будут восстанавливаться Минские ворота и горжевой редуит, перекидной мост между ними. В дальнейшем планируется музеификация редуита, где будет представлена экспозиция всей крепости. Все, что, скажем, связано с Бобруйской крепостью, здесь в музее будут расположены экспонаты, диорамы, панорамы. Территория крепости занимает около 140 гектаров. По проектному решению выделено 13 зон, где инвесторы могут заниматься строительством малоэтажных жилых домов, социальных объектов, инфраструктуры. Но при этом предусматривается единая концепция. Все современные новые сооружения должны по стилю гармонично вписываться в историческую застройку. Сегодня познакомились с генеральным планом застройки. И здесь очень хорошие перспективы, на мой взгляд, вопросов, связанных с средствами жилья для жителей не только Бобруйской и Могилевской области. Потому что место очень интересное, место историческое. Но самое главное здесь, что называется, развести потоки для того, чтобы понимать и историческую ценность. Ни в коем случае подменить понятия. Но и в то же время, чтобы наша инфраструктура, современная жизнь тоже здесь, безусловно, присутствовала. Один из ключевых вопросов – финансирование. На совещании выработали и утвердили алгоритмы дальнейшей работы. Для реконструкции Бобруйской крепости планируют задействовать республиканский областной бюджет и различные другие источники финансирования. Наша задача – восстановить эту крепость, восстановить, сделать все для того, чтобы привлечь туристов и показать наше историческое прошлое. Мы вместе с министром культуры отработали концепцию развития и будем поступательно двигаться. Сейчас здесь сохранены 9 редуитов, входящих и исходящих плацдармов, казематированный бастион, люнет, башня Апермана, около 20 зданий и сооружений административно-бытовой зоны, в том числе и дом коменданта, фрагменты земляных и казематированных укреплений форта Фридрих Вильгельм. Бобруйская цитадель, старшая сестра Брестской крепости, была не только самой неприступной в Российской империи, но и одна из лучших в Европе по уровню военного оснащения. С крепостью связаны события войны 1812 года – Великой Отечественной войны. Виталий Гаврусев, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. 94-я годовщина. В Бобруйске отметили День десантников и сил специальных операций. Торжественный митинг традиционно прошел на Площади Победы. Сослуживцы возложили цветы и венки к танку на могиле генерала Бахарова. После колонна прошагала к памятнику воинам-интернационалистам, чтобы вспомнить всех, кто не вернулся с войны в Афганистане. Строй направился и к братской могиле на Минской. Знаковый и праздничный день. Вообще-то в годовщину, 80-е годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. И 94-е годовщина образования воздушно-десантных войск. И Днем Ильи, который является покровителем воздушно-десантных войск. Гвардейцы-десантники, которые ранее служили, пришли для того, чтобы встретиться со своими однополчанами, фронтовыми боевыми друзьями. Пожелаю друг другу здоровья, благополучия. И отмечу этот торжественный день. Довелось служить мне и видеть сослуживцев. Радуется вместе вот этой встречей с ними. Поздравляю всех военнослужащих, кто служил, и всех, как говорится, людей нашей республики с этим большим праздником, интересным. Для меня праздник – это как святое. Я постоянно хожу. У меня отец служил тоже в ВДВ. Вот у меня сын растет сейчас, ну, чтобы хочу, чтобы тоже служил в ВДВ. Это один из самых главных наших праздников. Праздник чести, достоинства, смелости, отваги, верности долгу Родине. Здесь собираются люди, которые в любой момент готовы выступить на защиту своего Отечества, на защиту нашей Родины. В Беларуси традиции ВДВ продолжают силы специальных операций. От борьбы с террористами до миротворческих миссий в зоне вооруженных конфликтов. Самую опасную и сложную работу берут на себя именно ССО. В воздухе, на земле, в воде и даже под водой. Эта элита армии всегда в авангарде. С клюшкой и шайбой. В городе стартовал международный турнир по хоккею на призы председателя Бобруйского горисполкома. Место действия – Бобруйск-арена. Со 2 по 4 августа на льду встретятся хозяева площадки «Динамо Шинник», «Стальные лисы» из Магнитогорска, «Крылья Советов» из Московской области и «Тайфун» из Владивостока. Первые игры уже прогремели, а в 17.00 на торжественной церемонии открытия со словами приветствия перед участниками выступил председатель Бобруйского горисполкома. Это ежегодный турнир, который проводится у нас в городе Бобруйске. И всегда приезжают топовые команды с Российской Федерации. Этот ход показал, что команда очень сильная. И, конечно, это в преддверии чемпионата МХЛ. Это действительно можно побороться и показать уже свои силы. Но участникам соревнований, конечно, я желаю удачи. Самое главное. На протяжении трех дней команды будут проводить по две игры. Награждение победителей и торжественные закрытия турнира пройдет 4 августа в 19.30. Билеты можно приобрести в кассе Ледового дворца от 1 до 5 рублей в зависимости от сектора. Патриотизм – неотъемлемое качество или упорная работа над собой? Насколько он распространен среди молодежи? И кто может звать себя патриотом? Сразу после выпуска новостей зумеры онлайн не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok